Звонки в посольство, в консульство или еще на какие-то номера департамента иммиграции никому не запрещены. Вы можете звонить с утра до вечера. Как правило, значит, это будет длительное ожидание, потом поднимет трубку сотрудник колл-центра и, соответственно, скажет, ну, что ж, мы видим, что с вашей визой все хорошо, официально работает, и поэтому ожидайте. Да, это если вдруг ничего экстраординарного не происходит, ну вот, то есть нужно понимать, что посольство не рассматривает и не выдает визы, консульство не рассматривает и не выдает визы, только в некоторых случаях в основном это всегда при них есть какой-то визовый офис, или он вообще сидит отдельно, то есть он работает конкретно над визами. И в данном случае, когда вы звоните и говорите, дайте мне вот визового офицера, вот там, даже вы знаете его номер, да, там, его не соединяют с вами, потому что этот контакт, он прерван на момент, значит, подачи визового заявления, где мы тикаем, или вы там тикаете, да, что мы предпочитаем общение через e-mail, да, в основном всегда так, потому что можно себе представить, да, звонок по каким-то вопросам к вам из консульства, может вас, консульство визового центра, да, может вас поставить в большие тупики. Поэтому, ребята, звонить прежде чем нужно очень хорошо подумать. Если вы считаете, что у вас уважительная причина, что у вас курс начинается через три недели, а вы еще билеты не купили, вообще не знаете, выезжать вам или не выезжать, будьте уверены, офицер видит это, он видит, у него есть конкретная система, там, призмс, да, он видит, что у вас старт дэп. Вот, в связи с этим, как бы, у нас очень много кейсов, когда ребята уже вообще даже начали учиться и все равно ожидают визу. Есть масса различных причин, это, конечно, на ваше усмотрение, но с моей стороны, я считаю, что звонок может быть осуществлен только лишь по, там, причине какой-то очень существенной, я даже не могу ее сейчас привести, да, ну, предположим, вы потеряли паспорт, напуганы там, и что это все произошло при каких-то криминальных обстоятельствах, в общем, вы переживаете за то, что ваше, там, визовое заявление взорвали хакеры, то есть вот такого, да, характера. Ну, и то, для всего этого есть специальная форма на сайте изменения обстоятельств, ее можно заложить, но, тем не менее, вот звонки на, лично из нашего опыта длительного, они не дают такого никакого результата, кроме того, что вы просто потратите время, побеседуйте. Я знаю, там на форумах говорят, мы позвонили, и все изменилось, но это не так, это просто совпадение какое-то, и все, не больше и не меньше. Нет такого, и поверьте, что любой ваш звонок, он может, наоборот, просто добавить раздражение. Решать вам. Решать вам.